Латвия Зинес, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму о переходе государственных образовательных учреждений полностью на латышский язык преподавания. Суд пришел к выводу, что три академических часа в неделю в кружках по интересам на языках нацменьшинств адекватно обеспечивает сохранение развития языка культуры и этнической самобытности. Рижский городской суд приговорил молодого человека к двум месяцам лишения свободы за восхваление Владимира Путина и военных преступлений России. Молодой человек выкрикивал восхваление в Старой Риге, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В Ауске потребуется помощь государства в ликвидации последствий урагана, сообщил исполнительный директор самоуправления Ивар Романов. Точная сумма ущерба пока неизвестна, так как информация все еще собирается. Несколько черепов и костей были обнаружены под деревом, которое сломалось во время бури недалеко от Баусского замка. Кости будут отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для определения их возраста. Как пояснил директор Баусского музея Марис Сканейс, кости могут быть из древних захоронений или свидетельством войны XX века. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic сегодняшнего дня до 5 августа будет выполнять специальные рейсы в Лепую. Продолжительность полета составляет 45 минут. Цена билета – около 18 евро. Аэропорт Рига заключил договор с компанией BAM Projects стоимостью почти 250 тысяч евро на разработку проекта строительства многоэтажной автостоянки на 400 мест. Парковку планируется построить рядом с новым зданием терминала. Гетто Геймс и общество района Гризинкаунс достигли устной договоренности о дальнейшей работе уличного и спортивного движения, сообщил основатель Гетто Геймс Раймонд Элбакян. В районе будут установлены шумомеры, которые будут общедоступными. Соглашение о сотрудничестве с Рижской думой будет подписано на пять лет. Возле Екопилса вандалы пытались сломать камеры средней скорости. Благодаря системе безопасности камеры не пострадали. Как известно, система контроля средней скорости работает уже на 16 участках дорог Латвии. И числом ДТП в этих местах снизилось на 38%. В ближайшее время на латвийских дорогах появится еще 17 участков контроля средней скорости. В Рое праздник рыбака начнется 13 июля в 6 часов утра соревнованиями рыбаков. В 13 часов на праздник прибудет морской правитель, который проедет по улицам поселка на кабриолете. Гостей праздника накормят свежей ухой, а с 20 часов вечера на двух сценах состоятся концерты. В салатсгриве завтра можно поучаствовать и посмотреть за соревнованиями по метанию спасательных кругов рыбацких сапог и за другими. Также на салатсе можно посмотреть шоу водных акробатов о 17 вечера до 4 часов утра. На сцене рыбацкого парка будут выступать различные артисты и коллективы. В субботу праздники рыбака также пройдут в Звейник Тиэмсе, Энгуре, Павел Осте, Юрмал Тиэмсе и на Мангли Сали. А в Лепой Меложи и Мерс Ракси пройдет праздник моря. Латвия Зинес, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.